Здравствуйте! Мы продолжаем изучать французские числа и в сегодняшнем видео я расскажу вам, как правильно посчитать от 11 до 20. Все, кто уже смотрел предыдущий ролик, знают, что числа от 0 до 10 имеют достаточно много особенностей произношения. А как же обстоят дела с числами от 11 до 20? На мой взгляд, они немного легче, но это мы сейчас проверим. Итак, давайте разберем, как же нужно правильно произносить числа от 11 до 20. Число 11 по-французски произносится с носовым звуком «on», то есть положение рта такое же, как для звука «o» открытого, и вы пытаетесь как будто выдохнуть в нос. Получается звук «on», и 11 по-французски мы скажем «ons», 12, douze, 13, treze. Обратите внимание на то, что в числах 12 и 13 нужно четко произносить конечный «z», он не должен переходить в «s», то есть запоминаем douze, treze. 14 по-французски мы скажем каторзе, 15 произносится с носовым звуком «en», и скажем мы «quens», 16 «ses», опять же следите за тем, чтобы четко произносить «z». Как вы видите, числа от 11 до 16 читаются по правилам чтения французского языка, их название нужно просто запомнить. Ну а числа от 17 до 19 имеют свою определенную логику образования. Так число 17 состоит из двух чисел 10 и 7, и 17 по-французски мы скажем «dis-set». Число 18 в свою очередь состоит также из чисел 10 и 8, и произнесем мы его как «dis-vit». Мы помним, что «x» перед гласным или «h» нужно произносить как «z», поэтому мы произносим «dis-vit». Число 19 звучит как «dis-neuf», и здесь мы видим, что правила чтения не совсем соблюдаются, так как число «neuf» начинается с согласного, а не с гласного, но «x» в слове «dis» мы все равно в данном случае произносим как «z», и 19, еще раз повторим, произносится как «dis-neuf». Ну и последнее на сегодня число это число 20, произносится оно с носовым звуком «en». Буква «t» в слове «vang» не произносится, это по правилам чтения французского языка, но если следующее слово будет начинаться с гласного или с «h», то «t» будет произноситься. Например, словосочетание «20 лет» мы произнесем как «vantang», то есть мы видим, что «t» произносится. Вообще слово «vant» имеет также свои особенности, но о них вы узнаете в следующем видео, в котором мы будем учиться с вами считать от 21 до 79. Предлагаю посчитать еще раз от 11 до 20, но уже без объяснений. Итак, давайте повторим. Спасибо, что подписались на мой канал. До скорой встречи! До новых встреч!